В рамках одного цикла времени ты можешь или ускорить, или замедлить за счет качества интенсивности проживания. А можно проспать эти 120 лет. Большинство людей находятся вне времени не потому, что они управляют этим процессом, а потому, что они о нем не думают вообще. У вас есть устремленность. Устремленность рождает волю. Воля пробуждает к действиям. Действие, выполняемое осознанно, ускоряет процесс вашей эволюции. В сотни, в тысячи, в миллионы раз. Добрый день, Имрам. Сегодня предлагаем поговорить на такие темы. Нужен ли дома алтарь? Можно ли делиться духовной силой и как это делать? Можно ли починить себе время? Как смягчить влияние планет с помощью крия? Когда я дома практикую, прибегает кот. Он эволюционирует. А я? А ты просто думаешь о коте в этот момент. Закрывай его там. Он может потереться. Ну, конечно, да. Он же должен снять потенциал срочно. Я не советую вам заниматься практикой, особенно серьезными медитациями, когда в доме рядом животные. Либо кошка, либо собака. Либо что-то другое. Они должны быть за дверью. И, как правило, они начинают скрестись, там, мяукать и так далее, проситься и все такое. Потому что они понимают, что им надо срочно туда. Открывается портал. Да. Так что, за дверь. Расскажите про важность алтаря дома. Все зависит от уровня сознания. Если твое сознание привыкло к тому, что должна быть внешняя опора, то тогда да. Мы же ведь носим какие-то атрибуты. Кулончики разные и так далее. Значит, сознание еще, скажем так, предполагает, что должна быть дополнительная сила. Она действительно работает в какой-то степени, но она не является сильнее, чем твоя собственная сила, сила сознания. Ну, простой пример. Мы молимся на стакан воды, чтобы этот стакан воды, когда мы выпьем, он очистил наше тело. Наше тело сплошь и рядом есть вода, и в нашем теле присутствует высочайшая структура божественности. Мы об этом не знаем, но мы молимся на стакан воды или на пищу, чтобы съесть ее, и якобы она должна принести пользу. Так мы своим присутствием должны воду освещать, когда мы заходим в прорубь, допустим, а не прорубь святой должен нас... Ну, вот понимаете, да, о чем речь? Но тем не менее, если говорить об алтаре, алтарь немножко другой аспект он имеет. Это не просто кулончик, это не какая-то там, скажем, безделушка, которая где-то чем-то заряжена. Алтарь – это то, на что опирается твой взгляд. И когда ты смотришь на алтарь, ты получаешь вибрации. Вот святые иконы, например, они тоже вибрируют, потому что они заряжены эгрегориальной сутью. Но твой алтарь – это твой эгрегор. Твой алтарь, фактически, он тебя и подпитывает, поскольку ты во внешнем мире видишь опору. Ну, или хочешь видеть опору. И считается, что когда ты медитируешь на портрет, допустим, Сай Баба или Бабаджи, то ты получаешь атрибуты этого аспекта. В меньшей степени, но получаешь. Очень есть много случаев, когда через портреты ответ. По сути, это не потому, что сам портрет ожил и тебе ответ дал. Или мотивализовалось что-то на портрете Випхути, Амрита и так далее, на иконе тоже, мира. Это потому, что ты, обращаясь к портрету, тебе легче так, твоему уму легче опереться на что-то. Обращаешься к Богу, а Бог тебя слышит, Он внутри тебя находится. Но если Он видит, что ты ждешь ответ от алтаря, от портрета, тогда Он тебе оттуда дает. Могу ли я делиться благодатью? Да, да, я понимаю. Можете, но я рекомендую вам это делать несколько попозже. Дайте себе возможность сформировать канальную систему. Вы, конечно, можете отдать близким тем, кто нуждается. Здесь не идет речь о жадности. Просто речь идет о том, что в этом состоянии, хотите вы или нет, вы все равно делитесь эгоистическим тоже аспектом. Само желание помочь своим близким – это же тоже аспект эгоизма. Ну, это высокий эгоизм, суперэго, так скажем, да? Но в любом случае оно перемешивается с вашими структурами. Поэтому в этой ситуации лучше всего эту благодать не отдавать тому, кто нуждается в этом, а направить ее Богу, используя эту силу, открыть канал, который связывает вас с Абсолютом. Для этого же сила нужна? Да, ну, допустим, смотрите, вот вы практикуете, у вас накапливается духовная сила, определенная сила, масса этой силы накапливается. Вы, благодаря этой практике, постепенно формируете канал, вертикальную связь с Высшим. Это внутренний процесс, но мы сейчас показываем, что как будто есть там он, и вы к нему обращаетесь, то есть как аспект возвышения. Ну, либо внутри на этот канал работает. Не торопитесь эту энергию куда-то отдать. Сделайте так, чтобы ваш канал был эффективен, был хорошо наработан. И тогда вы можете попросить за этих людей. Бог сам решит, что с ними делать. Если вы отдаете благодать, вы делитесь этим, это хорошее качество, делиться надо. Но вы уверены, что этот человек правильно воспользуется этой энергией? Тогда вы будете отвечать за то, что вы создали условия, при которых он начал паразитировать. Такое же тоже бывает. Но если вы обладаете духовной силой, вы приходите к человеку и говорите, тебе нужно заняться духовной практикой. Он так раз в себя пришел, у вас же сила, сила убеждения, энергия. Вы пришли и говорите, ты знаешь, ты живешь неправильно, давай-ка ты займись, чем необходимо. И он начинает чувствовать, что вы его вдохновляете, то есть у него появится желание. Но может быть оно пройдет быстро, потом снова появится и так далее. Но если вы хотите его исцелить, обращайтесь к Высшему, и Творец сам сделает. Если он не заслуживает, допустим, да, ну вот такой он, то Творец это сделает ради вас, потому что вы попросили. Вы-то наверняка заслуживаете, если у вас есть такая связь. То есть, проще говоря, когда Святой молится, Творец всегда исполняет, потому что это Святой просит, хотя человек, может, и не заслуживает этого. Понимаете, о чем речь? А если вы будете раздавать золото направо-налево, люди будут хватать и говорят, какая вы хорошая, давайте еще. Но сами они не будут заниматься тем, чтобы встать на ноги и заработать. Понимаете, о чем речь? Когда вот я задаю вопрос, допустим, у меня килограмм золота. Очень простой пример. И у нас есть 100 человек. И эти 100 человек, допустим, не верят. И говорят, мы знаем, что ты честный, и что ты разделишь это золото поровну. Но у меня задача сделать так, чтобы это золото, этот килограмм, принес пользу. Правильно же? Но и я должен соблюдать законы справедливости. Правильно? Что я должен сделать? Вот 100 человек сидят здесь. Вот у меня килограмм золота. Как я правильно должен поступить с этим? Разделить каждому. Значит, по 10 грамм каждому. 100 человек – это килограмм. Правильно? Надо тем, как больше нуждается. Так все нуждаются. А целый, то сколько ты скажешь? Какой целый, если он весь уйдет у меня? Можно ведь на место положить, и каждый возьмет сколько у меня. Вы видели обезьян, которые кидаются на лоток с бананами? Так что же мне делать-то, собственно? Килограмм золота, 100 человек. Все ждут, что я должен поровну разделить это золото. Это золото должно принести пользу нам всем. А вот теперь смотрите, что говорит по этому поводу алхимический мистицизм. Я объявляю следующее. Что этот килограмм золота я разделю поровну, но делаю совершенно по-другому. Я выбираю из 100 человек 10 и отдаю им по 100 грамм. Все остальные начинают на меня обижаться, обвинять меня в том, что я предвзят, что я выбрал себе любимчиков, раздал им по 100 грамм, килограмм закончился. А как же мы, 90 человек, говорят? Что же нам теперь делать? И начинается война. Вот так асуры поступают по отношению к богам. Но поскольку они алчные, предвзятые отношения и так далее, они в разочистительном состоянии находятся, то есть они не понимают принципа. А алхимическая составляющая заключается в следующем. Я выбрал 10 человек не просто так. Я их выбрал. Выбирая эти 10 человек, я понимаю, что эти люди принесут пользу гораздо больше всем остальным, потому что они способны это сделать. Каждый получает по 100 грамм. Что можно сделать с 10 граммами золота? Как можно накормить свою семью, к примеру? Но это все аллегория, тем не менее. Ничего, это мало. Это очень мало. Вы даже если вложите, это быстро закончится. Но 100 грамм можно вложить, и они принесут свои еще 100 грамм, еще 100 грамм и так далее. И эти 10 будут работать на всех остальных. Но остальные 90 скажут, что я неправильно поступил сначала. Только какое-то время должно пройти, чтобы понять. Когда вы практикуете, вы сейчас практикуете за весь мир. Вас 100 человек. Но миллионы людей не практикуют так, как вы. И при этом все вас обвиняют. Почему? Потому что они сами не практикуют, им лень. Им нужен какой-то повод, чтобы вас сделать ниже в их глазах. А вы продолжаете это делать. Потому что критическая масса духовной силы, которую вы формируете, вы генерируете эту энергию, будет давать, оказывая помощь этим людям, как благодать будет давать. Понимаете, о чем речь? Вот вы приедете, допустим, в Казахстан. Вас спросят родственники, а вы куда ездили в Россию? Вы скажете, мы ездили на йогу. Но они даже не почувствуют, что вы привезли с собой для них. Самое ценное, самое важное. Точно так же, когда к Саибаби во Шрам приезжали, многие, они приезжали, мы в Дагестане жили тогда, были женщины такие, ну, светские, кажется, не в религиях. Но родственники там, они тоже не религиозны, по большому счету. Но религия стала каким-то предметом для обсуждения и даже модой в какой-то момент. Не для всех, но в основном. И начинают все друг другу поучать, что вы к Саибаби ездите, вы мусульмане, как вам не стыдно, и дало поклонничество и так далее, и так далее. Даже понятия не имеют, кто такой Саибаба вообще, что с этим делать. И мы спокойно это игнорировали все. Через какое-то время эти люди обращались за помощью. Иногда наблюдают, что время может растягиваться и сжиматься. Вы часто показываете нам, как это работает. В жизни иногда недели пролетают молниеносно, а иногда наоборот, время очень уплотняется. И за короткий период времени многое успеваешь. Можем ли мы влиять на время или еще рано? Ну, чтобы влиять на это, ты должен знать механизм влияния. Иногда это происходит спонтанно, и ты на это влияешь тогда, когда ты в какой-то степени находишься в силе концентрации. Ну, увлечен какой-то работой, и время быстро пролетает. Это тоже можно сказать, что ты влияешь на это. С другой стороны, ты находишься внутри этого времени. И время пролетает до твоего сознания, потому что ты был увлечен работой. В этом нет твоего сознательного управления этим процессом. Но если ты хочешь сознательно управлять этим процессом, тогда как минимум ты должен выйти за пределы времени. Для того, чтобы выйти за... Ну, конечно, не понимаешь. Чтобы это понять, нужно быть в самадхе хотя бы какое-то время. Тогда там нет времени. И ты, утверждая себя в этом состоянии, имеешь способность уже понимать, каким образом, не нарушая закон цикла времени, потому что цикл времени – это тоже живое существо, его надо уважать. В рамках одного цикла времени ты можешь или ускорить, или замедлить. Это не значит, что ты отменяешь законы. Так нельзя делать. Потому что Махакал, владыка времени, он его создал для того, чтобы у нас был ритм во Вселенной. Если не будет ритма, будет хаос. Соответственно, ты можешь нарушить этот ритм только в рамках того цикла, который тебе отмерен. Ну, допустим, ты успеваешь прожить жизнь не как все в течение... Допустим, отмерено тебе 120 лет. Ну, не допустим, а отмерено тебе 120 лет. Ты в рамках этих 120 лет, к примеру, это человеческий век один. В рамках этих 120 лет можешь прожить жизнь в 300-400 лет. За счет качества и интенсивности проживания. А можно проспать эти 120 лет. Утром проснулся, не успел умыться, а уже вечер, опять спать. Так же у людей сейчас. Потому что они не присутствуют в том, что делают. Они не живут, они существуют. Большинство людей находятся вне времени не потому, что они управляют этим процессом, а потому что они о нем не думают вообще. Они не уважают время. А когда приходит время смерти, у людей начинаются проблемы. Тут же всплывает понимание, что я неправильно жил, что я хочу снова, я не хочу, я не согласен, а это несправедливо и так далее. И вот в этом всем хаотичном восприятии собственного, скажем, да, ритма жизни, либо события, это же наши события. Мы уже сколько раз приходили и уходили. В этом страдании они уходят и попадают непонятно куда согласно тому, о чем они подумали в последний момент. Вы несколько лет назад говорили, что время уплотнилось. Оно будет еще уплотняться. Да, сейчас от 16 до 18 часов, да. Идет сжатие. Это вселенское сжатие идет, да. Оно уплотнилось, события ускорились. Да, оно в итоге может в точку превратиться. Оно сейчас уплотняется. Но дело в том, что насколько уплотняется оно в физическом плане, настолько оно расширяется в четвертом пятимерных пространствах. Там вообще время другое. Поэтому наше сознание вместе с нашей землей сейчас переходит в четвертое, пятое измерение. Через четвертое, в пятое измерение. Вообще четвертое измерение это технократическое измерение, туда лучше не соваться. В пятое оно более духовное. В этом смысле. Поэтому наша сейчас земля с вами переходит, а реальность для тех, кто остается в трехмерном сознании, она остается землей для тех, кто болеет трехмерием. Понимаешь? И там оно сжимается. Там будет сжиматься, да. Например, на Венере совершенно другая концепция времени. Венера – планета со своими особенностями. И там события происходят весьма медленно. В 200, в 300 раз медленнее, чем здесь. То есть, проще говоря, если я, допустим, руку провел здесь с такой скоростью, то там ты захочешь, если ты не сможешь ничего сделать. Там плотность сознания и структура проявленного этого сознания, плотности, сама плотность планеты, плотность существования в этом совершенно другая. Там ходить невозможно. Там можно только ползти медленно. Какие 48 законов влияют на нас? Как выйти из-под их влияния? Существуют механические, так называемые механические воздействия. Ну, я их называю механическими, в реальности они физически проявлены. Воздействия в виде законов определенных, которые нас ограничивают. Вот, например, если мы находимся на Земле, и мы себя называем землянами, то есть те законы, с которыми мы связаны. Например, мы не можем сидеть больше 20 минут на открытом солнце. Мы сгорим. Вот один закон, да, допустим. Сгорим, значит, нам будет сложно восстановить свои структуры телесные и так далее. Ну, ожог. Мы не можем в костре сидеть, греться. Мы сидим рядом. Тоже закон. Мы не можем, допустим, долго находиться в воде, потому что мы не водоплавающие. Тоже закон. Мы не можем долго находиться без кислорода, если мы в обычном состоянии сознания находимся. То есть огромное количество законов, как правило, их 48 главных природных законов. Но в эти главные природные законы, они могут дробиться на подгруппы, под какие-то варианты, входит и социальная жизнь. И это земная карма, так называемая, законы земной плотности. Они менее агрессивны по отношению к тем законам, которые находятся на лунной плотности. Вот человек, который, допустим, не развивался в своей жизни, если он алкоголик такой, профессиональный, допустим, да, он попадает, его сущность, его, скажем так, эго-принцип, который еще более-менее существует, ну, скажем, индивидуальность так называемая, не та божественная, а около, которая сформирована, она попадает на луну. А там законов 96, воздействующих на человека. И там, скажем так, время совершенно по-другому работает. Оттуда выбраться очень сложно. С земли тоже сложно выбраться, потому что здесь свои законы, и эти законы, как правило, не дают сразу покинуть землю и не приходить сюда. Поэтому требуется много инкарнаций. Вот земля — это 48, луна — это 96. Если говорить дальше, то, допустим, вы преодолели земные законы. Вы стали в меньшей степени терпеть нагрузку этих законов, допустим, поднялись над этим. Ну, к примеру, вы легко выдерживаете нагрузку природы, вы уже в меньшей степени едите, либо вообще не едите, обходитесь без воды, без питания, к примеру, да. Ну, да, в общем, йога это позволяет сделать. К примеру, непрописной такой человек становится, да, образно говоря. Вот, имеет способность перемещаться, на него уже земное притяжение не влияет таким образом, гравитация не работает в том смысле, как он обычно. Вот. И тогда есть еще другие законы. После земного закона есть еще закон Солнечной системы. Она же на нас влияет. То есть туда входит планетарность уже. Это 24, уровень 24. Солнечная система, по сути, это наша астрология. И вот астрологи говорят, что есть законы, которые на нас влияют, и каким-то образом их надо тоже обойти честным путем, либо как-то трансформировать, либо уже полностью сдаться. Сейчас же это еще и пугает, например, там, затмение, ряд затмений идет, парад затмений, там, Марс, Сатурн и так далее. И люди просто программируются этим. Понятно, это все работает, но это же не значит, что это будет негативно. Если, например, человек живет, вот дети до 16 лет вообще понятия не имели никто из нас об астрологии, к примеру, да, но жили же нормально, а сколько там затмений было. И все было в порядке. Тут вдруг появилось знание, которое нам преподносится именно с точки зрения негатива. А западная астрология, которая по телевизору каждую неделю или каждый день программирует людей овны сегодня, не выходите из дома и так далее, потому что вас ждет там должник внизу или еще что-то на эту тему. Ну, в общем, это вообще, честно говоря, печальное недоразумение. Но есть 24 закона, которые связаны уже с астро-влиянием. Они тоже могут быть превзойдены, если вы занимаетесь практикой. Это Солнечная система. Потом есть закон 12. Там уже меньше законов, но глобальность их гораздо больше. То есть их серьезность намного выше. Она связана уже с Млечным путем. Она связана со Вселенной. Ну, то есть вы, занимаясь практикой, преодолеваете все эти законы эволюционно. А если занимаетесь Крия, тогда вы преодолеваете их практически революционно. Потому что это ускоренный процесс преодолевания. Если вы занимаетесь просто, скажем, саморазвитием, идете по пути, с точки зрения эволюции, шаг за шагом, требуется очень много витков, прохождение витков этих, требуется очень много времени, инкарнации и так далее. Постепенно мы из минерала стали людьми. Потому что воплощались минералами, растениями. Огромное количество людей застревало, настоящих людей застревало в состоянии кролика, которого съедали. Ну, и так каждый раз. Почему животных убивать нельзя? Потому что мы задерживаем эволюцию. Кстати, собственную тоже. Понимаете? Это все фактически задерживает людей. Потому что эта негативная энергия, вибрация, она же раздается в виде пищи. Люди поглощают эту пищу и опускаются в своей эволюции. Или задерживаются. Благо душа как-то работает с этим. А люди даже не знают, что у них душа есть, многие. Ну, вот, да. Некоторые знают, но не чувствуют. Есть люди, которые совесть не слышат свою уже. Ну, такие есть, к сожалению. Поэтому все это результат вот этого вот влияния и деградации. Поэтому требуется очень большое количество инкарнаций, чтобы человек виток за витком, получая опыт, страдая, умирая, получая какие-то знания и так далее, потихонечку поднимался. Двенадцать – это вот солнечный, млечный путь. Вот, потом есть так называемый закон шести. По сути, закон всей Вселенной. Представляете, чтобы подобраться к Богу, нужно познать всю Вселенную. Со всеми ее проявлениями. Это уже вхождение в космическое сознание. И вот, когда вы добираетесь до трех, там нет искажений. Никаких. Потому что один рождает два, два рождает три. А вот три – это даосизм уже. А три рождает десять тысяч. Ну, или тьму вещей, проще говоря. Поэтому, когда вы добираетесь до трех, там нет искажений. И в христианстве даже считается, что Отец и Сын, и Дух Святой – это троица, так называемая, да? Да, где нет никаких искажений при условии, что Сын соответствует Духу, а Дух и Отец – это одно и то же. Ну, то есть, Бог, вибрируя, давая трансцендентность свою, то есть, вот это запредельное состояние, Он ничем не отличается, этот Дух или трансцендентное состояние, от самого Творца. По той причине считается, что ближайший первый ангел, который был создан самим Творцом, по сути, это сам Бог. И если Он приходит, считайте, что к вам сам Творец пришел, несмотря на то, что Он говорит, я ангел. Но это сам Творец уже. Это очень близко, ну, там практически никаких искажений нет. И эти двое, два элемента в нас сейчас прямо присутствуют. Поэтому познать Вселенную со всеми ее проявлениями весьма легко, если вы обращаетесь ко Творцу, как духовный подвижник, готовый к принятию знаний. Вот в чем дело. И это все наука. Все эти законы можно преодолеть при условии, что у вас есть устремленность. Устремленность рождает волю, воля пробуждает к действиям. Действие, выполняемое осознанно, ускоряет процесс вашей эволюции. В сотни, в тысячи, в миллионы раз. Поэтому, да, нужно практиковать. Поэтому я и говорю, что один вдох и выдох сознательно сделанный, с точки зрения седьмой ступени, эквивалент одному году вашей эволюции. Можете себе представить, что можно сделать за одну ночь вашей практики, когда вы делаете тысячу-восемь дыханий. Вы проживаете тысячу-восемь лет вашей эволюции. Эволюция очень долгая, очень долгий процесс. Особенно в животном уровне, на животном этапе. Особенно на этапе хищник-жертва. Может ли крия уменьшить влияние планет? Конечно. Я же как раз об этом и говорю. Вы, когда выполняете техники, прогрессивные техники, они уже связаны с вашей планетарностью. Они связаны с тем, что ваши нейроны начинают активнее работать. Когда ваши нейроны становятся более активными, вы начинаете понимать больше, чувствовать больше. Большее понимание и чувствование – это большее восприятие знаний. Большее знание – большее возможностей. То есть, если человек знает, он уже никогда не будет прежним. И так это все усиливается. Если говорить о седьмой ступени, то этот процесс ускоряется еще больше. Тогда, когда вы за один вдох и выдох сознательно, сначала без, потом сознательно, осознанно проходите 12 знаков зодиака, годовой цикл. Вращение вокруг одного духовного центра, который снова и снова освещает вас. Ну, например, если вы хотите выучить какой-то язык, ну, либо какой-то предмет освоить, вы идете к преподавателю, который хорошо знает этот предмет, правильно? И вы находитесь рядом с ним. В любой момент вы можете задать вопрос, он вам дает задание, контролирует, вы с ним взаимодействуете. Таким образом вы осваиваете предмет. А теперь попробуйте освоить этот же предмет вдали от этого преподавателя. Каким-то образом вы будете догадываться. Это хорошая работа. Думать, размышлять. Маленькая база у вас есть, но дальше вы двинуться не можете, потому что у вас нет доступа к источнику. Или попробуйте себя согреть на расстоянии от костра в 200 метров. Ну, или в 100, или в 10, если небольшой. Тепло где-то там ощущается. Но оно вас не согревает. Когда вы делаете сознательно вдох и выдох, вы проходите один год эволюции вокруг духовного центра. Формально это в технике видно. Когда вы проходите, вы освещаете свое присутствие или прохождение, в общем, самих себя, присутствием этого излучения. Вы снова и снова получаете знания. Снова и снова получаете возможности. Проще говоря, это благословение святого. Только этот святой не человек, а Бог. Внутри вас это происходит. Я сейчас очень поверхностно объяснил. На самом деле, это еще более серьезная концепция. Ее надо долго рассказывать. Можно почитать на эту тему. У Йогананды эта информация есть. Можете посмотреть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok